Школа беременности Недавно я выпустила довольно-таки объемную книгу, которая называется «Настольное пособие для беременных женщин». Это 400 страниц колоссального труда, весьма детальной информации, причем современной информации научной, но изложенной на популярном языке для людей, которые не имеют медицинского образования. Эта книга покрывает практически все проблемы беременности, одни из самых распространенных проблем беременности, причем очень детально. Зачем же тогда нужна еще школа беременности? Дело в том, что даже в одной книге на 400 страниц покрыть всю имеющуюся информацию, тем более современную, невозможно. И вопросы от женщин поступают постоянно. И у каждой женщины это индивидуальный случай. То есть даже если ей дашь ссылку на свой блог, на статью, не все женщины читают, не все женщины понимают. И для многих женщин важно разжевывать информацию, то есть объяснять ей довольно-таки маленькие мелочи, проблемы, или если проблемы вообще не существуют. Школа беременности – очень интересное явление в жизни современной женщины. И давайте мы окунемся немножко в историю, откуда появились эти школы и что они дают. Мы обязаны появлению курса беременности или школ беременности советскому здравоохранению, именно советскому. Потому что советские врачи около 30 лет тому назад, или даже чуть больше, были первыми, которые начали уделять огромное внимание вопросам психологической, в первую очередь психологической подготовки к родам. Что мы понимаем под психологической подготовкой к родам? Это фактически ознакомление женщины с процессом, что такое беременность, с процессом родов, что такое роды, что такое послеродовый период. И это предоставление женщине просто каких-то теоретических знаний, но и ознакомление с практическими навыками. То есть как обезболивать роды, в каких позициях лучше рожать, и дальше что делать в послеродовом периоде, как кормить ребенка. Эти школы, они не были распространены, так как они должны были бы быть распространены, скажем так. Они только выходили и набирали силу в акушерство того времени. И, к сожалению, с распадом Союза, это как раз новшество, то есть вот эти хорошие школы, они тоже исчезли. И вот только сейчас, при некоторых роддомах, женских консультациях, начинают создаваться эти школы беременности. За границей, наоборот, за границей длительный период времени никто не уделял внимания психологической подготовке к родам. Хотя различные методики обезболивания, например, в родах, изучались очень длительный период времени. Но дело в том, что не было таких вот школ, которые могли бы подготовить женщину и теоретически, и практически к родам. Потому что школа беременности, это в первую очередь подготовка женщин к родам. То есть вот такое было начало значения этих школ. Сейчас это уже намного больше. Это не только подготовка к родам, это практически ознакомление с процессом беременности, что такое беременность. Это также и построение взаимоотношений и знакомства с другими женщинами и людьми, медицинским персоналом. И возникает вопрос, а полезны ли такие школы? Чему они научат беременных женщин? Так вот, когда школы советской эпохи исчезли, а за границей, наоборот, начали уделять очень огромное значение именно подготовки женщин к беременности и особенно к родам, то есть к процессу рождения ребенка. Чтобы женщины не боялись, чтобы они рожались спокойно, чтобы они понимали, какие осложнения могут быть при беременности. В принципе, это задача каждого врача рассказать женщине о какой-то проблеме, если она возникает. То есть не просто сказать, что у вас такая вот проблема, такой-то диагноз, а познакомить женщину с имеющейся современной информацией на эту тему, как диагностируем, что делаем дальше, как лечим, как наблюдаем и так дальше. И чаще всего, когда женщина приходит к врачу, она этой информации не получает. То есть в Советском Союзе, как таковых, запугиваний не было. То есть наши мамы и бабушки, они беременную рожали без проблем, без ультразвуковой диагностики, без различных вот этих тестов на торч и так дальше. И в принципе вынашивали беременность намного лучше, чем современные женщины. Три популярных диагноза, которые пугают наших женщин, это гипертонус, это недостаточность плаценты обычно, и это угроза невынашивания беременности. Ну, еще добавляется токсикоз гистоз. Что мы понимаем под токсикозом гистозом? Это тоже вопрос очень интересный, и вообще существует ли такой диагноз. И я забегу наперед, скажу, что не существует. И наши женщины, они сталкиваются с огромным количеством страхов и мифов. И эти страхи и мифы, они уже практически имеют историю, почти 30-летнюю, даже 40-летнюю историю. И, к сожалению, наши женщины живут именно этими страхами и мифами. И фактически получается, что школа беременности должна развеять эти страхи, должна помочь женщине понять, что есть правда, а что есть неправда. Что есть хорошо, а что есть плохо. Но на самом деле большинство школ, которые есть и в России, и в Украине, и в Белоруссии, они как раз вот этих теоретических вопросов не затрагивают. Они не объясняют многого. Хотя, конечно же, практические навыки, скажем, как дышать во время родов, это может пригодиться. Или, скажем, медитация, или расслабление. Все это, конечно, может пригодиться и во время родов, да и не только во время родов, но помочь женщине успокоиться, быть уравновешенной. Я часто говорю, что беременная женщина, это как царевна-лебедь. То есть она должна вести себя абсолютно по-другому, не так, как вот метушиться, бегать по УЗИ, по аптекам, по ультразвукам, по бесконечным лабораториям, в поисках каких-то проблем. Беременная женщина – это царевна-лебедь. Она должна ходить плавно, спокойно, уравновешенно. Она красива, она внутри имеет новую жизнь, новую энергию. И она должна сохранить эту жизнь, она должна помочь этой новой жизни, этому ребенку, который родится, прожить вот эти 9 месяцев без всякого стресса со стороны матери. Потому что когда мать в стрессе, она автоматически приводит своего ребенка, будущего ребенка в стресс тоже. И вот поэтому школы беременности по идее, то есть теоретически, они должны помочь женщине пройти через этот период беременности, который не является болезнью. Это нормальный физиологический процесс, это не болезнь. Но тем не менее, многие женщины упадают в панику, они считают, что это что-то страшное. Многие женщины носят беременность от начала и даже до беременности, то есть этот период зачатия ребенка и до рода на большом количестве таблеток, медикаментов, всеразличных уколах, капельниц и так дальше. Зачем? На самом деле потребности во всем этом нет. И мы вот как раз такие вопросы, почему, скажем, наши женщины являются фактически захимиченными особями во время беременности, принимают столько медикаментов, сколько даже не принимает человек пенсионного возраста с целым букетом серьезных заболеваний. Вот как раз наша школа, моя школа, будет помогать вам понимать многие теоретические вопросы. И не только теоретические вопросы, фактически это поможет вам воспользоваться знанием, то есть это повышение уровня вашего знания, и это поможет воспользоваться этими знаниями вам и по ходу беременности, и по время рода. Но возвращаясь, значит, к школе советской эпохи, вот когда в капиталистическом мире на Западе моментально подхватили вот эти чудесные методики психологической подготовки к родам, которые были созданы нашими врачами, у нас эта методика практически была полностью забыта, и я не знаю, насколько эти методики используются сейчас в современных школах. Но если говорить откровенно, нигде ни в одной стране мира никогда не проходило исследование по изучению эффективности школ или курса беременности. То есть насколько они помогают. На самом деле никто этого не знает. Значит, если мы не знаем, что эти школы полезны, нужно ли их иметь, то есть должны ли быть эти школы, должны ли мы рекомендовать женщинам записываться на какие-то курсы, какие-то уроки там проходить, значит, ходить в эти школы. Моё мнение следующее. Если, скажем, в вашей консультации или в вашей поликлинике, или при роддоме, или в другом лечебном учреждении, или, скажем, в частном лечебном учреждении имеются такие школы, значит, если они, если после посещения их вы выходите оттуда с чувством радости, с каким-то удовлетворением, что вы что-то новое постигли, узнали, и вы не чувствуете вот этого страха, вы не выходите, как говорится, дрожа, что вот столько всего наслышали, если теперь не знаете, как дальше будет, вот и та потеряла беременность, и там то и такие проблемы серьезные, и так дальше. Потому что в школе беременности женщины между собой тоже общаются, и нередко женщина даже находит подруг, и это хорошо. Но самое важное, чтобы выходя из этой школы, из этого курса, вы чувствовали себя одуховлетворенно, то есть вы чувствовали, что вы получили заряд положительной энергии, не просто знания, но что вы получили вот эту положительную энергию, что вы верите в себя, что вы доносите беременности до рода, и что все у вас будет хорошо. Хорошо. Если такая школа именно дает вот такую вам настройку, ходите в нее, потому что это будет польза. Пусть даже вы не узнаете слишком много теоретического, пусть даже практические навыки, которые вас там будут учить, не пригодятся вам в родах. И чаще всего, поверьте мне, женщина забывает обо всем, о чем она училась раньше. Но, по крайней мере, вот этот положительный настрой, положительная энергия позволит вам выносить эту беременность с меньшими проблемами и с лучшим исходом, потому что психологическая настройка при беременности играет очень важную роль. Мы все проходим через проблемы, у нас у всех есть какие-то проблемы, но восприятие проблемы – это чисто индивидуальное явление. И для кого-то ваша проблема может показаться пустяком. А если я вам расскажу о своих проблемах, вы тоже скажете, что это абсолютно не проблема. То же самое можно сказать о проблемах с беременностью. Многие постулаты беременности, вернее, скажем, акушерства, они изменились. И то, что мы учили, например, то, что я учила почти 25 лет тому назад, вы знаете, это многое изменилось. В акушерстве имеется классика и, конечно, современники, как мы говорим. Вот помните, была такая литературная подборка классики и современники. В акушерстве тоже есть классические, скажем, правила, которые не меняются, но их намного меньше, уже давно намного меньше, чем той информации, современной информации, которая кардинально, кардинально, еще раз повторю это слово, поменяло наблюдение и ведение беременности. То, что раньше считалось страшной патологией болезни, сейчас не считается. Те состояния беременности, те осложнения, которые раньше назывались общим словом токсикоз или гистоз, кардинально изменилось восприятие этих состояний и даже их диагностика, и не все фактические состояния являются плохими. Я прочитала и просмотрела несколько тысяч современных статей за последние 5-6-7 лет. И не только, а даже за последние эти годы, но я также и просматривала старые статьи, которые были опубликованы 30-40 лет назад, даже 50 лет назад, чтобы сравнить как раз и фактически прийти к корню того мифа или слуха, который возник. Например, стафилококк в носу, откуда это пришло, почему у нас до сих пор все врачи этим болеют и фактически терроризируют женщин в очищении вот этого носа и лечением стафилокока. Или, скажем, точная инфекция, откуда это пришло, почему перекрутили эту всю информацию. И так, фактически, если говорить о каждом осложнении беременности, все это я старалась понять, откуда у нас появились эти слухи, откуда наши женщины живут в таких вот страхах, которые не ведают заграничные женщины. Поверьте мне, заграничные женщины носят беременности довольно-таки спокойно и хорошо. И если даже что-то возникает, тот фон, психологический фон, который имеется даже в состоянии какого-то осложнения беременности, у заграничных женщин он намного лучше, чем у наших женщин. У наших женщин вообще может никаких проблем не быть, но искусственно ей создадут эти проблемы. То есть искусство ее так настроит, что она просто схватится за голову и скажет, как я дальше буду носить эту беременность. С развитием этой школы и этих видеолекций я сама усовершенствуюсь, потому что когда я получаю ваши вопросы и скажем, я не могу найти точный ответ, я всегда ищу информацию в самых современных публикациях. То есть я стараюсь просмотреть новые статьи. Каждый день я получаю по имейлу, сейчас есть вот эти подписки, каждый день я получаю от некоторых источников новости, то есть что нового в области акушерства и гинекологии, например. И не только акушерства и гинекологии, но так как я интересуюсь больше этой темой, то подписка с рядом источником информации, научной причем информации, позволяет мне получать каждый день это сжатое письмо, где коротко написано, что где опубликовано, какие новости и так дальше. И если скажем, меня интересует тема, дальше я могу открыть эту статью и почитать ее полностью. И поэтому каждый день фактически я просматриваю несколько статей, интересующих меня, на это не уходит много времени. И в принципе это моя работа, потому что я работаю в клинических исследованиях, я работаю в отделении, сейчас создали отделение клинических исследований, прямо в ауциальный госпитал. И поэтому мне нужно всегда быть как бы на высоте, мне нужно это, потому что я готовлю презентации, лекции, методички и так дальше, все это мне необходимо. Но это также позволяет мне помочь мам, потому что я весьма открытый человек, я люблю делиться со всем интересным, с тем, что может пригодиться. То есть, если я прочитаю что-то интересное, я тоже могу написать своим коллегам на Украину или в России, что вот я прочитала такое-то, даже дать ссылку на статью. И хотя большинство источников на английском языке, крайне редко на французском или немецком, но в основном на английском языке, мои коллеги, они пользуются переводчиками, гугл-переводчиками, например, Комаровский и Евгений Олегович. И вот, фактически, мои есть много прогрессивных коллег на Украине и в России, которые тоже повышают свой уровень знаний, и с которыми приятно обсуждать любые вопросы, потому что их уровень довольно высокий, и они не отстали, они постоянно прогрессируют. И я рада, что я могу с вами поделиться этой современной информацией, и надеюсь, что моя школа беременной будет интересной и для вас, и для моих коллег. Всего хорошего, до следующей встречи!